Я очень рада видеть каждого из вас. И я знаю, что Бог рад нас видеть на этом месте. Совсем недавно мы с нашей поместной церковью были в Радомышле, в нашем молитвенном оздоровительном центре. И вот когда я утром проснулась, это было раннее утро, я стояла и смотрела в окно, и там мимо проходили два работника Радомышле. Они меня не видели. Они не видели, что я наблюдаю за ними. Они просто шли, общались, смеялись. То есть шли по своим делам. И когда я смотрела на них, я ощутила в своем сердце, очень явно, насколько Бог их любит. Они тогда этого не знали. Они вообще не думали, что на них кто-то смотрит. Братья и сестры, тогда я поняла, как часто мы даже не подозреваем, что Бог смотрит на нас своим любящим взглядом, что Он вникает во все наши дела. Мы Его не видим физическими глазами, и мы не всегда понимаем, что Он нас видит каждое мгновение. Мы дороги для Него. Все, что тревожит нас, тревожит и Его. Он смотрит на нас с любовью, чтобы помочь, чтобы поддержать, чтобы вовремя протянуть руку помощи. Отче Божий, они всегда смотрят на Его детей. Братья и сестры, в Слове Божьем написано, в Колоссянам 1,16, такие важные слова. «Все им и для Него создано». Давайте мы вместе провозгласим это слово. «Все им и для Него создано». И это говорится не только обо всем творении, это говорится о каждом из нас. «Все им и для Него». То есть «Я им и для Него создано». «Ты им и для Него создан». «Тебя создал Господь». Насколько важно это осознать. И моя проповедь сегодня называется «Для чего я живу?». Часто люди задают себе этот вопрос, особенно когда тяжело, когда опускаются руки, когда что-то не получается, когда приходит разочарование. И человек может задавать себе вопрос «Для чего я живу?». Я недавно услышала одно очень такое мудрое изречение. В жизни каждого человека есть два самых важных дня. Первый – это день, когда он родился. А второй – это день, когда он понял, для чего он родился. Потому что человек может так и не понять, для чего он родился, и блуждать всю свою жизнь, ставить неправильные цели. Но мы сегодня с вами говорили все им, Богом, и для Него создано. Он знает, для чего он создал каждого из нас. И когда я прихожу к Нему, обращаюсь к Нему, и начинаю за Ним следовать, Он направляет меня правильным путем. Именно ради того, ради чего Он меня выбрал. Братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня мы увидели Слово Божье. И такие три важные совета хочу дать. Первый называется так. Не гоняйся за ветром. Не гоняйся за ветром. И мы прочитаем Виклисиаста, 2 глава, 4 по 11 стих. Эти слова, которые я сейчас буду читать, сказал самый богатый человек на тот момент в мире. Это был царь Соломон, это был очень мудрый человек и очень богатый человек. И вот он, знаете, когда уже прожил жизнь, он уже делал выводы, анализ о смысле жизни. В чем смысл жизни. И он сегодня советует нам, чтобы мы могли правильно понять, что это такое. Знаете, когда человек, он не имеет богатства, он думает, что я достигну богатства и стану счастливым, и моя жизнь будет удовлетворена. Но не всегда так бывает. Смотрите, что говорит Соломон. Я предпринял большие дела. Певиц и усложжение сынов человеческих, разное музыкальное орудие. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моего никакого веселья. Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа. И нет от них никакой пользы под солнцем. Представьте, человек говорит, я достиг так многого. Я стал великим, я стал богатым, у меня есть столько материальных благ. Все, чего захочу, могу себе позволить. Вот все, что глаза мои видят, и я этого захочу, я могу себе это позволить. Любое удовольствие, любое материальное благо, все абсолютно. И вот он оглядывается на все это, говорит, послушайте, это все суета и томление духа. Знаете, что такое суета? Это буквально обозначает тщетное, не имеющее истинной ценности. А в украинском переводе это звучит так. Марнота гонить базовитрум. То есть, другими словами, если человек ложит всю свою жизнь, чтобы достигать именно материальных каких-то ценностей, удовольствий, то эта жизнь называется гонить базовитрум. Человек будет гоняться, гоняться, думать, что он что-то приобретет себе, а когда он это достигает, он понимает, это не насыщает. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Насыщает что-то другое. Я недавно услышала свидетельство одного человека. Это был в свое время очень известный крутой певец. И он говорит, что когда я был маленьким мальчиком и смотрел фильмы о людях богатых, у которых такие большие роскошные дома, я мечтал, что когда я вырасту, у меня будет точно такой же роскошный дом. И он говорит, я вам говорю, у меня этот дом сейчас есть. Но я скажу вам еще другое. Я намного больше удовольствия получал от того, когда копил на этот дом, чем когда я его получил и в него въехал. Когда я в него въехал, я потерял к нему всякий интерес. И я живу в этом роскошном доме, но мое сердце по-прежнему не удовлетворено. А знаете почему, братья и сестры? Потому что это не насыщает. А что тогда насыщает? Библия говорит нам, все им и для него создано. Если я живу тою жизнью, которую Бог для меня предназначил, это насыщает мое сердце, мою душу. Тогда моя жизнь, она имеет смысл, когда я живу ради того, ради чего Господь меня создал. Ради чего Он позволил мне родиться. У Него есть определенный план, предназначение. И когда я принимаю это, то тогда моя жизнь, она имеет смысл. И я получаю удовлетворение от моей жизни. Второе, что важно, я хочу сказать. Путь к призванию верность малым. Путь к призванию верность малым. Как понять, кто я? Я за время моего служения, уже 25 лет, я множество раз слышала, когда люди говорят, кто я? Я не могу служить, потому что я еще не определился, кто я. Я хочу получить от Бога явное откровение, кто я. И только тогда я буду начинать служение. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, очень часто бывает наоборот. Человек начинает себя пробовать в этом, в этом, в этом. И в процессе он понимает, к чему он призван. И тогда он начинает с малого. И когда он верен в этом малом, Бог сам ведет его к его призванию. Я скажу тебе, дорогой друг, путь к призванию – это верность малым. И когда человек верный в малом, в том, что он может, Бог сам ведет его к его призванию. Смотрите, что написано, Клезиаста, 9 глава, 10 стих. «Все, что может делать рука твоя, по силам делай». Бог не требует от нас каких-то сверхусилий, чтобы ты упал и все, и умер от перегрузки. Он говорит, все, что может рука твоя, по силам делай. Я скажу тебе так. Будь верен в том, что ты можешь делать сегодня. Определи, что может делать рука твоя сегодня для пользы Бога, для пользы церкви, для пользы тех, которые тебя окружают. И начинай пробовать. Я помню, когда мой сын был подростком, он был помощником видеооператора. Ну что такое помощник? Ему камеру никто не мог доверить, потому что он еще был маленьким. Он просто носил шнуры за видеооператором. Но он приходил раньше до служения, он их разбирал. И когда видеооператор ходил с камерой, мой сын вместе с этими проводами ходил за ним. Казалось бы, ну что, такое важное служение? Но я скажу вам, с этого все у него и началось. Он был в этом верен. Он приходил каждое воскресенье, он приучался к этой ответственности. Он понимал, что он что-то делает, что может. А сегодня он пастырь молодежи. Вы знаете, все началось не с пастыря молодежи, а все началось с малого. Но Бог сам его вел к этому. Я помню, когда я пришла в церковь, скажите, что я могла тогда делать? Я еще очень мало знала духовных каких-то вещей. Но что я могла тогда делать? Тогда все шли в группу прославления. Понятно, что у меня такое голос, что мне никто не давал микрофон петь. Но я была в хоре. Я приходила на спевки, я приходила на воскресенье служение и пела. Меня не видели, не слышали, но я знала, что я служу Господу. Потом я помню, как, знаете, пробовала себя с детьми. И я поняла, у меня нет терпения быть пастырем для детей. Нету. Я люблю детей, я хочу служить. Я посвящена Богу, но я не могу служить детям. Мне не хватает на это терпения. Я помню, как я решила, буду служить алкозависимым. На борщаговке этого добра полно. Я насобирала их. Знаете, на сколько мне хватило? На две недели. И я поняла, я непосредственно не могу служить этим людям. У меня не хватает способности и терпения. И вы знаете, ты пробовал себя в этом, в этом, в этом. А Бог видит сердце. Бог видит, что человек хочет. Он пробует себя. И Он сам вывел меня на тот путь, которым я потом пошла. И сегодня я на том месте, которое есть мое от Господа. Мне это нравится. Это мне приносит огромное удовлетворение. И оно приносит пользу для других людей. Поэтому будь верен в малом. А Господь приведет тебя. Начни с того, что может сегодня делать рука твоя по силам. И делай. А Бог сам приведет тебя туда, куда Он запланировал для тебя. Это очень важно. Потому что Он создал тебя. И Он знает, для чего Он тебя создал. Никто из людей не знает. Он знает. И третье, что я хочу сказать. Это очень важно. Многие люди, они из-за этого очень переживают. Братья и сестры, недуховных служений не бывает. Недуховных служений не бывает. Не бывает служения более важного, чем другое. Все важны. Я недавно поздравляла одного брата с днем рождения. И Он мне в ответ говорит. Пастырь, вы знаете, когда я попал в репцентр, первая проповедь, которую я услышал, была ваша проповедь. Там на видео в репцентре. И вы тогда призывали людей, чтобы они верно следовали за Богом. И вы знаете, я в тот момент принял решение. Я буду верно идти за Богом. И вот я верно за Ним иду. Кстати, когда я положила трубку телефона, я вам не могу передать, какая я была счастливая. Я вспомнила вот эти вот слова мудрого изречения, что в жизни есть два дня важных, когда ты родился, когда ты понял, для чего ты родился. И я поняла, братья и сестры, что я не зря живу. Когда ты слышишь такие вещи, ты понимаешь, что ты не зря живешь. Если твоя жизнь приносит кому-то пользу, ты не зря живешь. Как важно, чтобы сегодня наша жизнь кому-то приносила пользу. Тогда особое чувство у тебя в сердце. Ты понимаешь, я не зря живу. Ну вы скажете, ну конечно, вы пастырь, вы не зря живете. А что я, простой человек? Я скажу вам. Я недавно услышала свидетельство об одном брате. Это был уже зрелый человек. Он уже был давно христианин. И все это время он стоял в группе порядка. Приветствовал людей у входа. И к нему подходили люди и говорили, скажи, ты уже так давно верующий. Почему ты до сих пор стоишь в группе порядка? Тебе уже давным-давно пора быть епископом. Он говорит, а я не хочу быть епископом. Мне нравится быть в группе порядка. И люди, которые с ним соприкасались, знаете, что они говорили? Когда он жмет мне руку или когда он меня обнимает, у меня такое впечатление, что сам Бог обнимает меня. У меня даже слезы на глаза выступают. А знаете почему? Этот человек просто на своем месте. Он сам от этого счастлив. И он других людей делает счастливыми. И ему совсем не нужно быть епископом. Он создан именно для того. Он создан для этого. И он несет и получает сам удовольствие. И для других людей он служит. Я скажу вам больше. Недавно один брат сказал мне, пастырь, не поймите меня неправильно. Мне очень нравится хоронить людей. И я получаю удовлетворение, когда я пишу некролог. А знаете почему? Он говорит, я чувствую такое единство с этими людьми. Я чувствую такое сострадание к этим людям. Я, говорит, понимаю, насколько это важно, что я настолько важен им в этот момент. И он говорит такие вещи. Знаете, другой скажет, да что вы, я этого никогда не буду делать. Для меня это страх и ужас. А этот человек говорит, я получаю удовлетворение, когда я это делаю. Почему? Все Богом и для Бога создано. Он знает каждого из нас. Этот брат просто находится на своем месте. И я тогда понимаю, дорогие братья и сестры, мы все тело Господа Иисуса Христа, каждый из нас его член. У каждого из нас своя функция. И нету никого, кто важнее. Каждый важен. Я хочу сейчас поделиться очень важным откровением. Музыкант, пройдите, пожалуйста, на сцену. Деяние 6 глава. С 1 по 7 стих написаны такие слова. Эти дни, когда умножились ученики, произошел у иернистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов со зва множества учеников сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Николая Антиохийца, обращенных из язычников. И поставили их перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Смотрите, что происходило. Церковь в Иерусалиме наросла. И вот апостолы, они уже не могли делать все, все, что делали они сразу. Они говорили, давайте мы разделимся, мы будем проповедовать, и мы будем молиться за людей. Но пусть будут те люди, которые будут нести служение вспоможения. Это будет как админслужение такое. Они будут кормить людей. Они будут раздавать им ежедневные потребности людей. Тогда очень много было пожертвований в Иерусалимской церкви. Тогда многие люди продавали свои земли и жертвовали. И церковь тогда распределяла людям, вдовам, сиротам, бедным. Она служила. И вот эти диакона, они раздавали людям. Они несли такое вслужение вспоможения. Они проведывали людей по домам. Это не делали апостолы. Это делали они. Каждый занимался своим делом. И знаете, какое я откровение получила? Братья и сестры, смотрите, что написано. Их поставили перед... Шестой, седьмой стих. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло. И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Знаете, что я увидела эту связь? За этих людей помолились, отделили их для служения вспоможения. И Слово Божье росло. И церковь росла. И знаете, что я поняла? Для меня это явилось очень важным откровением. Церковь в Иерусалиме росла не только потому, что апостолы были такими великими, такими сильными проповедниками. А потому что каждый занимался своим делом. Вот поэтому росла церковь. Не потому, что такие были одаренные апостолы и сильные помазанные, а потому что каждый занимался своим делом. Апостолы проповедовали, апостолы молились, а мы видим, где Кана раздавали, кормили, проведывали, и церковь росла. А я думаю, что если бы апостолы занимались всем сразу, у них бы этого не получилось, у них бы не было сил, и церковь не росла бы так, возможно. Братья и сестры, дорогие, давайте сравним. Апостолы — это уста, потому что они говорили. А Диакана — это в служении вспоможения было, админслужения. Это были руки. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Посмотрите на свое тело. На свое тело. Что у вас важнее, уста или руки? Я скажу вам, и то, и другое важно. Аминь, братья и сестры. Какие бы ни были одаренные, мудрые уста, если в теле нет рук, то это тело инвалид. Руки очень важны. И ноги очень важны. Каждая частичка тела важна. И нету никого, кто более, это служение, оно важно, а это служение не важно. Все важно. Каждый человек важен. Скажите, вы когда-нибудь слышали? О, это служение понятно, человек, он такой видный. А что я? Меня никто не видит, меня никто не знает. Нужно ли оно, то, что я делаю? А я задам вам вопрос, братья и сестры, скажите, я вам когда-нибудь кто-нибудь делал комплимент? Какая у тебя прекрасная селезенка. Я, мне никогда никто не делал. Но ее же никогда никто не видел. Ни печенки, ни селезенки, ни желудка не видел никто. Ни разу ему не сделали комплимент. Глазам да, волосам да, но не этим внутренним органам. Но это совсем не значит, что они не нужны, не важны. Они очень важны. Я благодарна им за то, что они работают без перебоя, поэтому мое тело сегодня, оно здоровое. Дорогой друг, и важно служение то, которое видно, и важно служение то, которое не видно. Все это важно. и не бывает ни духовных служений, потому что все они вдохновляемы Духом Святым, потому что это все в теле Господа Иисуса Христа, частичка тела, и поэтому каждое важно. Дорогие друзья, мы Его тело. Иисус Христос, когда был на этой земле, во плоти, Он делал то, что сейчас делает церковь. Он проповедовал, Он молился, Он служил людям. А потом Он пошел на Голгофский крест, Он понес наши грехи на Голгофском кресте и скупил нас от греха и проклятия. Он вернулся к Отцу на небо. А Он сказал, а теперь моя церковь, это мое тело. Теперь это мои уста, это мои руки, это мои ноги. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос продолжает жить в нас и через нас. Он продолжает жить на этой земле через нас видимым образом. Давайте мы сейчас поднимемся. И я хочу обратиться сейчас к тем людям. Возможно, вы пришли сегодня в первый раз. А возможно, вы только приглядываетесь и думаете, оно мне нужно или не нужно. Я скажу тебе, дорогой друг, только Бог знает, для чего ты на этой земле. Ты сам никогда этого не поймешь. Так можно всю жизнь прогоняться за ветром, всю жизнь прогоняться за ветром. И только потом определить в конце жизни, что это было все тщетно и не нужно, оно не насыщает. Только Господь, Он знает, кто ты. Обратись сегодня к Нему. Приди, Он тебя не обманет. Он знает, для чего ты рожден на эту землю. Он знает тебя. Он вникает во все твои дела. Он любит тебя. Обратись сегодня к Богу. Покайся в своих грехах. Он примет тебя как сына, как дочку. Он будет вести тебя по этой жизни. И твоя жизнь, она будет иметь смысл. Я прошу там, где вы есть, поднимите руку. Я хочу вместе с вами и за вас помолиться. Те люди, которые пришли в первый раз, или вы делаете только такие первые шаги, вы приходите в церковь, но вы еще не определились. Я прошу, не постесняйтесь, поднимите вашу руку. Я вижу вашу руку, слава Богу. Я вижу вашу руку, слава Богу. Давайте мы сейчас очень искренне обратимся к Богу. Давайте мы сейчас помолимся. Повторите со мной эту молитву. Пусть это будет молитва вашего сердца. Скажите, Господь Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Я прошу, прости меня. Очисти мою душу. Очисти мое сердце. Иисус, войди в мое сердце. Живи во мне. Я доверяю тебе мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. И я прошу вас. И я прошу вас, пожалуйста, после Отчинаш, когда закончится служение, не уходите. Подойдите здесь к сцене. Наши служители, они хотят с вами познакомиться, вручить вам подарки, помолиться за ваши нужды. Мы благословляем вас. Мы верим, что эта молитва была услышана Богом. Спасетесь не только вы, спасутся ваши семьи. И те люди, которые для вас дороги. Пусть Господь благословит вас. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые уже с Господом. Но вы еще не служите Ему. Вы не определились. Вы еще не знаете, кто вы. Для чего вы здесь в церкви. Какое служение вы можете нести. Дорогой друг, я прошу тебя, начинай пробовать себя. Не надо откладывать для лучших времен. Не нужно откладывать до того, как здоровье станет лучше или обстоятельства жизни станут лучше. Начни делать сегодня, что может рука твоя по силам делай. И сам Бог тебя приведет к твоему призванию. Доверься Ему. И знай, ни духовных служений не бывает. И третье, я хочу обратиться к тем людям, которые служат Богу, которые трудятся. Дорогие братья и сестры, я скажу вам так. Вернусь в начало моей проповеди. Иногда нам кажется, что Бог не видит нас. Иногда нам кажется, а нужно ли то, что я делаю? Я скажу тебе, друг, Бог видит. Ты Его можешь не видеть, но Он тебя видит каждую секунду твоей земной жизни. И днем, и ночью Он тебя видит. Он видит весь твой труд, который никто не знает. Он все это видит и ценит. И я скажу тебе больше. Обязательно в твоей жизни настанет день, когда Он тебе скажет, хорошо, добрый, верный раб. Ты был верен в мало, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Этот день ожидает тебя. Иди просто за Богом. Он ожидает тебя этот день. Поэтому твой труд не тщетен перед Богом. И знаете, Бог дал мне слово именно для служителей сегодня, чтобы мы могли особенно помолиться. Знаете за что? Бог хочет воздать вам. Бог открыл мне, что Он хочет помолить, чтобы помолились за воздаяние. Возможно, ваша семья сейчас, там нету мира, чтобы благословить семью, чтобы вы приняли этот мир в семью. Может быть, тот человек, с которым вы живете, не в мире. Бог даст вам такую порцию мира, что вам хватит на вас двоих. Он даст вам ту любовь, что вы покроете, и она спасет вашу семью. И ваши дети вернутся от Бога, если они отступили. Ваши родные покаются, если они еще не с Господом. Бог выведет вас из материальных трудностей. Он поможет вам. Он хочет, чтобы мы помолились за воздаяние. И Бог сказал о том, чтобы помолиться за обновление служителей, обновление духовное. Возможно, вы не ощущаете этого Божьего присутствия, где-то оно утратилось, и сердце таким каменным стало. Бог говорит, что сегодня Он и зальет благодать на тебя, и обновит тебя. Прими эту благодать от Бога, чтобы исполниться Духом Святым, и просто следовать за Ним. Он даст тебе легкость. Он даст в молитве твоей свежесть. Давайте мы сейчас искренне обратимся к Нему и помолимся. Дорогой Господь и Бог, Боже, мы сегодня обращаемся к Тебе. Боже, Ты источник всех наших благ. Господь, в Тебе есть абсолютно все для нас. И я сегодня благословляю каждого человека, который трудится для Тебя. Боже, пусть придет величайшее воздаяние. Наполни сейчас миром сердце. Боже, пусть это будет мир превыше ума и понимания. Господь, какие бы ни были обстоятельства, пусть сейчас мир, как волна, Господь мой, она захлестнет сердце и разум, и придет успокоение, полное успокоение. Господь мой, благослови сейчас каждую семью, чтобы пришел мир в семью, чтобы дети вернулись к Тебе, чтобы покаялись неспасенные. Господь, чтобы получили свободу от греха и проклятия, чтобы эта семья, Господь, она стала как единая целая в Тебе. Я благословляю материальную сферу жизни. Господь, там, где сейчас засуха, там, где сейчас пустыни, расцветут сады во имя Иисуса Христа, придет обновление бизнеса. Господь, придет новое жилье, светлое, прекрасное, Господь. Боже, это будет достойное жилье для Твоих детей. Господь, Ты дашь эту способность, и Ты дашь благо, Господь. Ты откроешь двери, Ты откроешь ресурсы. Благословляю. Я, Господь, благословляю сейчас, Господь, мою душевную сферу. Господь, пусть придет такая любовь. Господь, пусть сейчас сердце наполнит такой мир. Боже, пусть безмятежность придет в разум. Пусть сейчас все мысли, которые бушуют, они утихнут во имя Иисуса Христа. Бог, с Тобою ничего не бойся. Ничего не страшись, просто следуй за Ним. Он никогда не оставит тебя, не покинет. Прими это от Бога, эту благодать. Господь, мы сейчас простираем Тебе сердца наши, руки наши, обнови нас духовно. Господь, и злей благодать Твою, чтобы в молитве был такой прорыв, чтобы небо открылось, чтобы пришло ощущение, переживание Твоей близости, Твоего присутствия. Благослови, Господь, Иисус Христос. Боже, благослови, Господь драгоценный. А мы Тебя любим, мы Тебя благодарим. Мы благословляем Твое святое, доброе, милосердное имя. Благодарим Тебя за это служение, за Твою близость. Господь, мы сегодня пойдем в наши дома. Дай нам улыбаться. Я прошу Тебя, дай нам улыбаться. Что бы ни происходило сейчас, дай нам улыбаться. А знаешь, почему, Боже? Потому что все это мы пройдем. Ты дашь силы прожить этот день. И каждый день, сколько Ты назначил, Ты дашь нам силы прожить. Мы не будем печалиться. Господь, мы будем радоваться и улыбаться. Мы будем дарить эту любовь и мир людям. Потому что мы знаем, в кого мы верим. В Бога, который вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Бог, который неизменный. Бог, который был и есть, и вновь грядет. И Иисус Христос победитель. Тебе вся слава. Во имя Иисуса. Аминь. Церковь вас благодарит, слава Господа. Аминь. 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 Аминь.